Вот это очень правильно. Я говорю Акбару, моему другу, ты можешь говорить мне, касай и на вы, поскольку я старший, а он говорит, меня так учили с детства. Пытали, да, уважать старших и говорить по имени отчества, поэтому мне вполне удобно говорить. По имени отчества. Как раз пришел ко мне Акбар, вы все его хорошо знаете, он, во-первых, у нас в книгах, это же в обеих книгах наших, да? Акбар там автор, наш соавтор, со своими приемами, советами, со своей мировоззренческой философией, да, потому что у нас здесь много участников, видите, наша эмблемка «Звезды над нами и космос внутри нас». Это для участников, говорю, чтобы они тоже порадовались еще раз, что их имена там есть у многих, да. А нам-то как приятно. Спасибо вам, что вы впечатлили. А нам-то как приятно, говорит. Двигайся ближе, чтобы тебя было хорошо слышно. Значит, мне из Германии шоколад, когда присылают, в этом шоколаде, я сейчас покажу, жалко, я обложку уже снял, но в этом шоколаде 85% какао там, а было еще и 90%, да, вот и я жду теперь 90%, ну, у нас приятельница, она специалист, которая проходила у меня подготовку специальную, она иногда мне звонит и говорит, слушай, тебе шоколад без сахара нужен, я говорю, нужен. Вот сейчас у меня последний кусок остался, я Акбара угощаю. Да, шоколад. Хороший, правда? Да, да, у нас потому что в магазинах даже нету, ну, мало где вот 85% горького шоколада, да и чувствуется разница качества, конечно, шоколада. Да, ну, надеемся и привет передаем, привет передаем, мои друзья, такие молодцы, во-первых, они специалисты, которые проходили подготовку, они знают и технику безопасности, и когда со своими клиентами, пациентами там общаются, они знают, а вот все остальные люди применяют наш ключ, его приемы по всему миру много лет, потому что я и в разных странах работал, и, соответственно, и в разных книгах, на разных языках, неоднократно издавалась и в Англии, и в Париже она находится, книга, в издательстве «Экономика», как в бренде «Пят российских авторов Парижа» и так далее, да? Я к чему это говорю? Что все остальные приемы используют люди лично для себя, не для обучения других людей, потому что, чтобы обучать других людей, надо быть специалистом, да, лично для себя, но могут членам своей семьи и там, да, я специально это говорю, потому что мне вчера буквально звонили, мы хотим всех научить в нашем городе. Вы можете научить после того, как станете специалистом, для этого вы должны выйти со мной на разговор, я должен посмотреть, можете вы быть специалистом или нет, потому что у нас метод очень демократичный, у нас нет командных приемов, у нас есть принцип подбора, путем перебора, по критерию, чтобы было просто, легко, свободно делать, чтобы было приятно повторять и делать прием только тот, который хочется продолжать. Этих критерий в мире нету. Но пока их не объяснишь, люди не понимают, они думают, ой, какой простой метод, давай я теперь буду город учить и так далее. Нет, надо знать технику безопасности. Конечно, на себя опробовать в разных ситуациях, потому что поначалу тоже... Ближе, ближе говори. Поначалу кажется, что вот где-то получилось, а потом, как вот бывает, да, мы увидели в ваших роликах, люди звонят и забывают, что опять не получилось, теряются, да. Интересно, да. И говорят, что все равно, что простой, что можно уже и везде всем давать. Ну, всегда надо вникать в детали, в нюансы. В детали, в нюансы, все в контексте. Мы пока вот готовились к нашей встрече, Акбар как раз принес в подарок мне краски, да. Ну, я Акбара уважаю и люблю по-человечески, не только потому, что он мне подарок принес, да, а потому что он талантливый, талантливающий парень. Кстати, у него брат талантливый, у него два брата и... Две сестры старшие, я младший. Все талантливые? Да, ну, все творческие. Все творческие. Вот Акбар мне рассказал новость, что его брат, он только недавно провел выставку. Да, буквально вот в пятницу, на прошлой неделе закончилась, была вот первая выставка у него, и посвященная семье Романовых, вот императорской семье Романовых. Собственно, да, император, да. Ну, он сам увлекается очень этой историей, и вот решил как-то нарисовать портрет одной из дочки Романовых, Николая Второго, нарисовал, и у него очень хорошо получилось, и рисует он именно по технике Серова, который рисовал последней императорскую семью, и лично Николая даже у него. Да, и мой брат по старым фотографиям в столетней давности воссоздал эти кадры в реальном, на холстах, и вот около 30 работ, и на протяжении недели была эта выставка. Ну, конечно, мы все очень рады из-за него, и то, что так произошло. А как бы ее посмотреть, она на видео ездила? Да, там видео, фотосъемка, это нам прислали, мы то, что можем как-то где-нибудь ссылки прикрепить к вашему каналу, если быть интересным. Ну, вы можете посмотреть. Ну, вот только недавно закончилась, поэтому еще... А где она проходила? У нас в Москве, на Красносельске, там в галерее частной. Ну, у нас много уже галерей, да? Да. И вот этот галерист, он сам заинтересовался этой работой, моего брата. Поздравляем. Поздравляем от души. От души. И вот, значит, бар принес мне краски. Расскажи, пожалуйста, что за краски, да? Это, кстати говоря, мама его передала, потому что мама обучает детей рисованию. Это очень... Это вообще я с таким уважением. Спасибо большое. Причем у него дети, это очень редко такие английские краски, Минзер Ньютон. Тут такие необычные оттенки, очень, которые тоже делаются профессионалами. И этими красками реставрируют картины в разных галереях, в музеях даже. И вот как раз к Хасаюу Магадановичу я привез вот такие разные краски, новые оттенки. Это акрил, настоящий. Это такой акрил, который редко найдешь. Это редко найдешь, это очень качественный акрил. Так что теперь ждите новых картин. Посмотрим. Тут мне, когда звонят и пишут, они мне в личке пишут обычно, почему-то стесняются для всех писать, потому что они пишут божественные, необыкновенные. Я прямо окупаюсь, когда мне такие вещи пишут и говорят в личке там. Но кто-то, я думаю, стесняется на общий доступ вот так выразить свои чувства. Я чувствую, когда искренне говорят. Я чувствую, потому что там слова не подлечивают такие, какие интересные. Иногда бывает такое, что мы каждый раз смотрим ваши ролики, это нам дает второе дыхание. Ну, такие хорошие слова говорят. Для меня это волшебное зеркало. Я включаю компьютер, когда в первую очередь мне пишут больные. Они пишут, ой, помогите, ребенок заболел, что-то такое случилось, вот он заикается, или он не спит по ночам, он по ночам ножкой дергает. Я говорю, сколько ему лет? Полтора месяца. Я говорю, слушай, ты это маленький. Вот давайте мы в таком случае вам поможем научиться по методу ключ снимать стресс, и вы всегда сможете ребеночку понимать, как помогать. А вот он подрастет немножко, но мы же со школьников вот на школьном учебнике для 10-11 классов наш метод ключ это учебник профессора Матвеева, кто не знает, для физической культуры Анатолий Петрович учебники делает в образовании. Очень уважаю этого человека, потому что это же так, проверить все надо, столько раз надо проверить, чтобы в учебник что-то вставить. Да, и вот с 10-11 класса, пожалуйста, ну, можно с 8 класса, как я раньше делал, вот у меня есть азбука саморегуляции для детей, родителей, педагогов, которые мы делали. Да, там было первый-второй класс. Да, и чуть выше. Ну, там просто потрясающе. Замечательный, кстати, такой видеофильм получился, я сам смотрел, очень интересно. Оттуда я хочу показать мальчики, девочки, которые обучались тогда, они вот у меня на обложке книжки, вот она, девочка, да, делает левитационные приемы, идеорефлекторные, это уже не механические приемы. У нас там механические приемы, повторяемые, и приемы левитационные. Это была книжка, издана в 96-м году. Защита от стресса. И там внизу написано, как сохранить и реализовать себя в современных условиях. Она и сегодня актуальна. Да, чтобы, как сегодня сохранить в этой неопределенности? сохранить, открыть у себя творческие качества и способности, потому что, чем больше вы открываете свои творческие способности, чем больше у вас любимых дел, досуг, когда шире, разнообразнее, вы тем устойчивее. Это вообще потрясающе. Да, это правильно. Давай, говори. Да, это точки опоры, потому что все мы замечали, когда, даже если мы там где-то в школе играем во что-то, какие-то виды спорта или уроки, которые нас интересуют, в эти моменты, когда мы погружаемся в то, что нам интересно, в любимое дело, мы отрешаемся от всех этих проблем, и у нас идет действительно восстановление и сил, и энергии. И поэтому, ну, конечно, чем больше уже. Когда любимым делом занимаешься, как я написал в какой-то книжке, тебе все равно, кто наступил на твой сандаль в автобусе. Ну, тебе все равно, потому что, когда ты не имеешь любимые дела, ты вот все время вязнешь в каких-то неприятных накручивающихся. Слушайте, как Михаил Катацкий вот хорошо это описал, как вот он, ну, в оглянном примере, да, когда люди после войны, он же изучал, да, их поведение, какие люди счастливые. И вот как раз-таки те, у кого любимое дело, им было все равно, там, сколько они зарабатывают, да, как дальше, там, жить, не знаю, ли там, да. И они, вот это любимое дело их спасало. Даже вот, я вспомнил книжку еще, психолога одного, не помню, Фрэнк, не помню, скажи, жизни, да. это психолог, который попал в концлагерь во время Великой Отечественной войны, и он, Фрэнк, да, 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 вот тоже же история, там люди, вот, в концлагерь, да, там вообще невозможно выжить, там их ничем не кормят, не поют, и он тогда понял, что где-то через год нахождения там, что когда он уже хотел покончить с собой, он вспомнил, что у него есть незавершенный труд, вот то его любимое дело, да, и он понял, что он именно там уже в лагере начал его продолжать дописывать, придумывать новое, новое, и это, он понял, что это именно его, ему помогает идти дальше, до конца, и ему, конечно, он выжил, и он написал эту книгу, и он хотел даже ее сначала выдать без, вы слышите, что он не хотел авторства писать, то есть, по псевдонимам, да, вот я читал, он по псевдонимам хотел это выдать, ну, и потом ему редакторы посоветовали все-таки оставить имя, чтобы, ну, не думали, что это какая-то выдумка, чтобы знали, что это реально жизнь. Поэтому, когда вы берете приемы по методу ключ, как и в йоге, их название надо сохранить правильно, и хлест, и лыжник, и шалтай-болтай, и дирижирование, надо правильно эти упражнения называть, иначе без имени, без имени, в йоге же они называются правильно, шавасана, падмасана, там пранаяма, все же правильно называется. Сохраняется. Поэтому йога, известно, она тысячи лет, и помогала беднейшим людям выйти, во время всяких болезней, выжить, потому что помогала, ну, тем, которые не могли купить лекарства дорогостоящие, йога помогла, потому что название сохраняли, а у нас сейчас, к сожалению, бывает, берут хлёст и называют там обнимашки, там, или что, ну, какие обнимашки? Вы возьмите йоговские упражнения, назовите по-другому, неправильно же. Да даже не заинтересует. Неправильно сохранять, и, конечно, это ответственность, имя, это ответственность, имя, название упражнений, это ответственность, и имя автора, поэтому Франклу предложили, давайте, авторство сохраните, потому что все будут знать, кого ругать и кого хвалить, и к кому обратиться с вопросом. Так что авторство тоже надо обязательно называть. Есть метод Шульца, аутотреник, метод Бейса для зрения, метод Фрейда, психоанализ, метод Йонга, все же имена есть же, и поэтому эта узнаваемость, это как раз таки дает возможность и другим людям обсуждать этот предмет, потому что, когда без имени что-то, тогда непонятно, о чем они говорят. Правильно? Да. Так что, друзья, это очень важно, да, наш разговор очень важный получился. А теперь давай поговорим, почему люди все время наступают на свои грабли, почему люди не сравнивают, вот и почему только человек, познавший опыт, может понять. Вот, например, мне звонят, допустим, человек звонит из Красноярска или там звонит из Нью-Йорка и говорит, слушай, у меня такая проблема, я в баскетбол играю, не могу, как раньше, закидывать мяч у меня что-то с плечом, да, и вот он у меня будет ночью, ну, во-первых, разное время, да, будет, во-первых, когда, прежде чем звонить, надо писать сначала, я увижу, я отвечу, а потом можем разговаривать, это во-первых, потому что я уже который раз об этом говорил, во-вторых, у меня, говорит, плечо болит, и я не могу, как раньше, размахнуться, я вот смотрю на него, и он меня разбудил, я инвалид, у меня там операция семь с половиной часов, я пять лет не выхожу из комнаты, я помогаю людям, в любимом деле, спасаюсь, и рисую, и пишу, и учу чемпионов мира, и учу там писателей снимать лишнее напряжение, чтобы шаблоны снимать, и в этот момент, я думаю, я пять лет не выхожу из комнаты, потому что тяжеленный инвалид, а этот человек звонит мне оттуда, разбудил меня, без предварительного, не написал, и говорит, ты знаешь, вот меня очень волнует, и я там не могу немножко так забивать мяч, как я на него смотрю и думаю, не потому, что он меня разбудил, может у меня упаси, дело не в этом, а дело в том, что он не может сравнить, потому что он, когда не был в таком положении, он счастливейший человек, потому что он не инвалид, слава тебе Господи. А когда счастливые моменты, мы часто не ценим. Не ценим. Поэтому молодые, как говорится, если бы знали, старые, если бы могли, ну пословица такая. Так вот, как теперь быть? Ну, во-первых, я показал этот учебник не случайно, а потому что надо в школах это распространять, не только иметь учебники, а надо, чтобы все педагоги знали, чтобы дети и взрослые знали. Поэтому, когда у нас ликбез бесплатный происходит, делитесь этим объявлением со всеми. Чем больше людей войдет, тем больше людей узнают приемы для личного использования, чтобы сдавать экзамены на лучшее, чтобы перед выступлением могли себя так поднять, чтобы делать шедевры, могли открывать творческие способности, могли, потому что человек болеет от нереализованности, потому что человек по природе творец. И если он не занимается открытием своих способностей, вот этот могучий потенциал, если он не реализует, он болеет. Это же мощнейший потенциал революционный у него, сформированный. Это же серьезная тема. Все болезни от того, что человек не реализует себя. Поэтому он и пить начинает, и лекарства пьет, поэтому... Ну, это очень много, это целая тема. Но сейчас я хочу сказать, почему мы наступаем все время на свои грабли. Во-первых, мы не сравниваем. Как говорится, сытый голодного не уразумеет. Есть такая пословица народная, что человек, который не испытал тяжеленные стрессы, не знает, что это такое, потому что у меня одна девочка написала, а что это такое стресс? Вы что-то себе придумываете. Она просто не в курсе. Счастливая девушка. Ну, можно, она это по-другому называет, потому что название тоже надо определять. Вот теперь Акбар мне, когда я ему об этом сказал, почему мы все время на свои грабли наступаем, он говорит, интересно, у меня, говорит, был случай, когда я... Да, вы говорили про парня, который говорит, что сейчас не может забивать так, как раньше. Ну, про баскетбол, да, я так понял? Да, да. Я просто тоже в баскетбол вот играю давно, с детства уже. И всегда нормально, без травм, все хорошо получалось. Ну, и пока вот однажды было соревнование, и команда наша проигрывала, и я немного так разозлился и на свою команду, и на соперников, потому что наша команда раньше времени сдалась, а я всегда старался так вот идти до конца, до последнего. И вот я так погрузился в эту игру с таким раздражением на других, на себя, то, что так меньше очков забил. И вот играю, играю, и потом получаю очень серьезную травму лодыжки, которую вообще я даже не представить не мог, что мог получить. Ну, и потом поехал в травмпункт, сижу в травмпункте и начинаю вспоминать, как так я на ровном ходу получил эту травму. И понимаю, что вот как раз таки из-за того, что я вошел в такой транс, из-за эмоций раздражительности, из-за этого сильного желания победить любой ценой, я вот перестал контролировать свои движения, и они стали у меня такие, ну, через свою меру были. Да, да. Получил эту травму. И вот, сидя там в травмпункте, я это понял, и сразу у меня как бы сложилась эта ситуация, я это сразу, потому что надо и ценить и обычный момент, когда хорошая игра получается. Ну, потом вот, правда, через полгода я забыл уже об этом, когда нога восстановилась, и как-то я был, или соревнования еще одни, и я опять, похожая ситуация была, тоже проигрывали. Опять наступил на свои же грабли, да. И вот после нескольких таких вот уже случаев, когда у меня получились эти травмы, я уже это понял. Ты не мог в тот момент себе это заметить и сказать себе мысленно, вот следующий раз, чтобы когда я играл, поскольку, чтобы я знал чувство мира. Поскольку это первый раз у меня было, да, я это как бы понял, у меня это понимание пришло, потому что у меня раньше не было такого понимания, ну, что, как так я получил, ну, всегда все получалось, и движения были такие гармоничные, все было хорошо, и тут этот травм, когда на ровном ходу, просто я бежал, и в втором ходу споткнулся и очень серьезно себе голеностоп растянул. То есть я месяц прямо лежал. И поскольку это вот первый раз, я подумал, ну, случайность, наверное, случайность, да. Но все равно я это как бы для себя закрепил немного так, да, что на будущее, что в следующий раз я уже буду внимательнее и к себе, и к своему состоянию, и не буду поддаваться так эмоциям. Ну, правда, молодой, не знаю, увлекся опять на соревнованиях, сильное желание опять было победить. И на который раз до тебя дошли? На третий раз. На третий раз я уже только тогда, у меня, я даже ничего обдумывать не надо было. Только получил травму, и у меня сразу все это, как бы, и вспомнилось те два случая, и сразу на будущее у меня, да, закрепилось. осознал, и закрепилось, что в следующий раз уже, и вот прошло пять лет, и спокойно, играю, и с удовольствием, и уже нет таких и раздражений. То есть ты уже, как говорится, не переходишь чувство мира? да, да. А как тебе это удается? Ты вот играешь вот в пылу всего, вот, как ты это помнишь, что надо вот барьер не переходить? Вот как, как, на что ты опираешься? Вот ты каждый раз перед игрой вспоминаешь, что ли, или это стало как бы автоматическим навыком? У меня в любом случае перед игрой, да, у меня это все-таки, ну, как-то автоматически вспоминает, всплывает рефлексом вот эта ситуация, ну, так, доли секунды. И от этого, не знаю, может, от этого я уже отталкиваю дальше, что уже как-то вот это ощущение, что закрепилось, так у меня три этих случая, я сам себе уже тогда убедил себя в этом. А можно сделать как? Можно, конечно, сделать все проще, я так, ты меня так ключ не знал, и я сам себя пытался убедить. Мы выходим на состояние нуля. Нулевое состояние это состояние глубинной душевной безмятежности. В этом состоянии нет конкурирующих сигналов, нет конкурирующих доминантов, и поэтому о чем мы помечтаем становятся доминанты. И поэтому потом работает. Например, в этом состоянии ты бы мог сразу помечтать, осознав, что может быть какие-то травмы. Я бы это понимание перенес бы, воображая будущее всей ситуации, как я выхожу на площадку, и что я это вспоминаю сразу. Я сейчас так и делаю, собственно. В игре я себе так программирую, бросок, то есть броски там же очень напряженные ситуации, ты в любую секунду надо кинуть, то есть тебя постоянно держит соперник. И то есть из очень неудобного положения ты должен кинуть иногда, когда твои соперники закрыты. И это очень тебя напрягает и сковывает, потому что там время идет, там и надо, если ты уже решаешься этот бросок сделать, то должен быть очень сконцентрированным, потому что это командная игра, и нельзя так просто на себя полагаться и постоянно бросать. и вот в момент броска, это что же это все за секунду идет, вот движение сразу, бросок, и вот в эти секунды надо быть очень сосредоточенным на кольце именно, потому что если просто быть рассеянным, просто бросать даже на автомате, у тебя ну все равно вот какая-то отличенность, даже если ты подумал, что так, а чатакину тебя в кольцо, и вот эта доля секунды сразу сбивает твой бросок, даже если на миллиметр все, ты не попадаешь. Я вот так себя заикорил, что при я не бросал мяч, я всегда буду сосредоточен на кольце, и ничто от меня не отличает. То есть ты в нулевом состоянии? да, я представил вот ситуации разные, что, ну вот я сидел в нулевом состоянии, отрешивился, снял весь стресс, начинаю представлять игровые ситуации в будущем разные, через год, вот, прям, как вы говорите, там, через 10 лет, когда бы я не играл, какие бы соперники бы даже не были, то есть я специально начал накручивать все разные... Моделируешь, представляешь разные возможные неожиданности и свою реакцию при этом, и таким образом ты формируешь навык. Поэтому ты заменил несколько лет опытов жизни вот этим моделированием в нулевом состоянии, таким образом быстрее сформировал навыки, которые у тебя в жизни выработались бы за сколько-то лет. И вот те три случая, которые у меня были с травмой, я же это делал без метода ключа, когда я себе декорил то, что помнить надо. Вы пишите, пожалуйста, вопросы, если что непонятно. Акбар потом от меня отъедет домой к себе и там будет читать наш ролик. Да, я всякоментарь читаю, так что отвечу. И будут отвечать на все ваши вопросы. Это очень важно. Это называется сокращение времени выработки навыков. Потому что обычно говорят, чтобы навык какой-то выработать 20 дней. 20 дней, да, и не то, не всегда. Я тоже это читал. И много лет нужно, смотря какой навык. Вот навык, например, беречь себя во время игры, чтобы не получить травмы. Видите, три раза пришлось травмироваться. У многих и больше даже. И потом мои травмы хуже могут быть. Потому что человек же, когда такое случается, он себя винит, на себя злится, как так, я попал в такую ситуацию. И от этого может и там и депрессия вообще просит. Мне пришлось навык один вырабатывать, очень интересно. Дослушать собеседника. Вот у меня раньше было такое ощущение, что когда собеседник рот открывает, я его перебивал, потому что мне казалось, что я уже по ходу всё понял. Ну, несколько раз я понял, что надо его дослушать, и я вот в нулевом состоянии. нет, я сначала когда делал хлёсты, а потом механически повторяемые движения, а потом я делал левитационные движения, идеолефлекторные, и мечтал, что в следующий раз, как только человек начнёт говорить, я его обязательно дослушаю. И выработал отношение такое. И вот человек начал говорить, в этот момент я вспомнил сразу, после я себе заложил это, я дослушал до конца, и слава Богу, потому что оказывается, он совсем другое имел в виду сказать. Слава Богу, что я дослушал. Но иногда этот навык, так сказать, это пропадает, вот когда ты давно не разговариваешь с людьми, как бы вылетривайся. Поэтому время от времени надо как бы, если ты ждёшь собеседника, напоминать себе. Дослушай его до конца, потому что тебе кажется, может, так устроен, он только начал что-то говорить, у тебя ассоциация возникла, и тебе кажется уже, что ты понял, о чём он тебе говорит. А он-то совсем другое хотел сказать. Дослушай его, а потом говори. А если что-то не понял, задай вопрос. Вот я также перед игрой баскетбол, я перед тем, как выйти, у меня вот уже само вспоминалось, я сразу моделировал игру, и моделировал себя то, что как бы там что ни шло, кто бы там ни толкал, ни задирал, я сразу себя так настраивал, что я буду, вот, не буду поддаваться на это, что я буду в том же состоянии, вот таком, вспоминая, что если я подамся там на какие-то провокации, раздражительность, что опять может случиться какая-нибудь подобная травма. Я вот, у меня перед игрой это уже вот как рефлекс, я это просто так прокручиваю, как игра сейчас будет идти, и все уже с таким вот легким настроем и во время игры там, чтобы не было, мне уже как бы ни по чем, уже заикарилось. Так что пишите вопросы, друзья, сегодня век интернета, мы с Акбаром можем по вашему настроению, будет у вас желание такое, вопросы, если будут. Сделать встречу и не только у меня, мы можем сделать и в интернете встречу, мы можем сделать и на ликбезе встречу на бесплатном, мы можем сделать встречу и на вебинаре платном. Теперь кто-то спрашивает меня, чем отличаются бесплатные ликбезы от вебинаров. На вебинаре идет проработка по теме, которые по вебинару, проработка до выработки навыков, чтобы человек после вебинара по объявленной теме мог использовать выработанные на вебинаре и в домашнем задании после него навыки в течение всей своей жизни. Это первое. На ликбезе, в первую очередь, мы помогаем тому, кому плохо. Ну, кто-то выходит, я всегда спрашиваю обычно, кому хуже всех. Кто-то говорит, я в зум выходит. Мы ему помогаем по методу ключ. Это очень быстрая, скорая, экстренная помощь – снять стресс. Любого типа. Там это может быть стресс, связанный с несчастной любовью. Это может быть стресс, связанный с тем, что человек ногу сломал или бомбёжка была. Неважно, какой стресс. Мы тут же помогаем снять стресс, показываем приёмы. И вся школа наша, Человек будущего, Homo Futurus, у нас очень много, из разных стран люди. Мы все создаем науку человечности. Науку о том, что надо сопереживать, любить, созидать. Определяем понятие, что это такое, потому что каждый понимает по-своему. И все помогаем советами, и мы буквально за минуты, человек выходит из сильного шокового стресса, начинает улыбаться. И всегда очень важно, что это человек-новичок, который никогда раньше с нами не общался. Вот он нас не стал, и вот теперь вышел. Поэтому вы, пожалуйста, делитесь всеми нашими объявлениями во всех сетях, во всех своих группах, когда у нас бесплатный ликбез. Пожалуйста, делитесь со всеми, чтобы больше и больше людей вовлекалось в нашу школу. Потому что это помощь для каждого, начиная со школьного возраста, а для маленьких детей через их родителей помощь. Родителей научим, и они правильно относятся к своим детям. Да, друзья. Так что вопросы пишите и делитесь со всеми. Акбар, хочешь что-нибудь сказать? Да, я хочу сказать, что занимайтесь любимым делом, ценить... И чем их больше, тем лучше, тем устойчивее. И цените это, замечайте эти моменты, чтобы была возможность сравнивать потом в разных ситуациях, в разных состояниях, когда вы находитесь, что у вас были счастливые моменты, и почему они произошли. Обращайте внимание на себя в таких ситуациях, и когда вы в стрессе, и когда вы счастливы. Чтобы вот как раз-таки уметь сопоставлять, сравнивать. И градусные напряжения, и шторм, и штиль. Да, когда вы будете в каком-то состоянии, в каком-то событии. Мысленно представьте себе, на каком вы сейчас уровне. С10-10. Это 10, это когда плохо. Штиль, это когда безмятежно. На каком вы сейчас состоянии вспоминайте. Это вам поможет, хоть в самолете летишь, хоть в турбуленции, хоть тряска началась, вспомнить этот индикатор или термометр напряжения, градусник напряжения, шкала стресса, ты моментально вспоминаешь. И рычажок мысленно начинаешь двигать вниз, к нулю. Это всё равно как будто бы ты принял таблетку снотворного, успокаивающего. Там другие кто-то коньяк пьёт, кто-то таблетки сразу. А ты вот так вот сделал. И смотришь. И заснул. И проснулся, когда посадка. Да, друзья? До встречи. Пишите, пишите, пожалуйста, вопросы, пишите пожелания. И делитесь друг с другом о том, что у нас скоро ликбез. Через пару дней. Объявление будет в сетях. Всего доброго. Всего доброго. И маме Акбара привет большой, потому что она выдающийся педагог, она обучает детей рисованию. И мне сказала, как хорошо ты рисуешь. И пару советов дала. Это очень замечательно. И за краски спасибо. Вам спасибо. Спасибо, Акбар. До встречи, друзья.